Коллеги, Олег Знаров, главный тренер Акбарса, Олег Валерьевич, ваш комментарий по игре. Давайте еще вопросы задавайте. Да, давайте сразу с вопросом. Да, пожалуйста. Олег Валерьевич, добрый вечер. Алексей Анисимов, пресс-служба КХЛ. Если все-таки кратко по игре, чем объяснить такую разницу между двумя матчами, уверенный 4-1 в гостях и 0-2 дома? Ну, первый период неплохо сыграли, в принципе. В принципе, были моменты, двигались хорошо. Второй провальный период. Второй период провальный был, да. Ну, опять же, начали тоже играть после 0-2. Да, пожалуйста. Насколько влияние на игру оказала отмененная шайба в первом периоде? Ну, всегда какое-то, конечно. Всегда. Конечно, с 1-0 было лучше играть, но я думаю, что правильно был незащитный гол. Да, пожалуйста. Олег Валерьевич, периодически от вас слышим, что с настроем есть проблемы. С настроем, я не говорил. Ну, после поражения, вы говорите, что настрой команды вам не понравился. Когда я говорил такое? Ну, после «Адмирал», по-моему, вы говорили, что такое. Ну, если я один раз сказал, значит, вы говорите «постоянно». Ну, периодически, я сказал. Вы задавайте вопросы, получайте свои слова. Хорошо. А вот мы сейчас от игроков тоже слышим, что были проблемы с настроем, мы как бы вышли там перед домашней ареной, сыграли. Что с настроем так часто? Почему так часто проблемы возникают с этим? Почему часто опять? Ну, раза два-три мы от игроков слышали, от вас тоже периодически слышим. От меня уже слышали не раз только. Это как периодически? Да, да. Ну, я имею в виду от вас и от игроков. Я только про это один раз говорил. Ну, если посмотреть, там еще было. По-моему, после «Динамо» тоже вам говорили, что вам настрой не понравился. Ну, первый матч, да. Да, наверное, такой был. После «Минского» «Динамо» тоже говорили. Вот сейчас игроки тоже сказали, что как будто не с тем настроем вышли. Почему проблемы возникают с мотивацией какой-то? Ну, я не знаю. Вы, наверное, спрашиваете игроков, что они вам ответили. Почему они вышли? У вас есть в этом плане претензии к игрокам? У меня всегда есть претензии к игрокам. Даже в выигрышном матче. Сегодня конкретно что не понравилось в игре? Второй период не понравился вообще. Ну, и много что не понравилось. Честно, если вот очень много чего не понравилось, и если мы сейчас сядем с вами обсуждать, это будет очень долго. В целом, большие ожидания от Акбарса в этом сезоне, но старт такой пока нестабильный. Хороший матч, плохой матч, вот это с чем связано, науше взгляд? Ну, наверное, притирается друг другу, наверное. Наверное, я еще раз повторяю, наверное, думали, что все будет хорошо сразу. Это повторение опять я вам говорю, то, что одни и те же вопросы задаете. Как все-таки отживить игру Шипачева? Вы уже опять обрали от него Кагарлицкого. Кагарлицкого будто забегал в четвертом звене сегодня. Удаление заработал, момент создал, в итоге... Это вы... С вашей точки зрения, да? Или как? Ну, кстати, есть, кажется, Шипачева тоже говорит. Нет. Что убрали, заработал удаление, пятое, десятое. Это вы как тренер утверждаете, да? Или как? Ну, я видел, что он заработал удаление и момент создал. Давайте я буду решать, кто чего заработал и как кто сыграл. И с вами я вчера делиться от него не буду. Нет, я не про это. А про что? Шипачева как оживить на старте сезона? Ну, пытаемся. Пытаемся. И он старается. Ну, согласны, что от него ждете большего? Конечно. И вы, и мы, и все. Спасибо. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Иногда бывает такой прием, да, тренеры, что даже звездного игрока, там, уровня Шипачева сажают в запас, там, на одну игру, например. Посмотреть со стороны это называется. Вы хотите, чтобы я его в запас посадил? Ну, это ваше решение. Нет, вы, вы, и борозы, знаете, вы хотите, чтобы я его в запас посадил? Не было такой мыслим, чтобы я посадил запас. А. Я еще делиться мыслями, я должен, своими. Ну, хотелось бы. А, да. Еще один вопрос. Вчера смотрели за игрой Артема Лукаянова, за Барс. Насколько он сейчас готов, как Барс? Сколько матчей он будет играть там? Канин готов. Три матча будет играть, еще два. Есть еще вопросы? Онлайн? Есть вопросы? Вопросов нет, спасибо. Спасибо. Спасибо.